Специалисты коммунальника способны сегодня быстро и качественно навести лоск на любой местности. Благодаря комплексной работе нескольких видов механизированного оборудования, в арсенале предприятия, газонокосилки, триммеры, ручные мотокосы, современные кусторезы и, конечно, самоходные косилки-райдеры. Благодаря технике, именно технике, благодаря косилкам, которые у нас сейчас широко применяются, вы там дальше увидите, с нулевым радиусом разворота, так называемые райдера, благодаря им мы можем косить большие территории. То есть основной объем косит именно механизированных газонокосилками, а уже вручную возле деревьев, столбов мы докашиваем непосредственно людьми. На сегодняшний день работаем по всем районам, в частности работаем по Рябцево, косим дворовые территории, в Восток у нас работает также бригада с дворовыми территориями, брестских дивизий и идем основные улицы, не забываем. В планах в ближайшее время покосить Гаврилово к выходным дням, там будет мероприятие, также будем косить к выходным набережную и пойдем уже по центральным улицам Гоголя, Ленина, Московская. Из-за жаркой погоды трава активно идет в рост, потому и трудятся коммунальщики, не покладая тримиров, это их основное орудие. Во дворах большой площади задействуют косилки райдеры. Техника, она берет такие вещи густые, высокие, техника. А мы уже такую вот, допустим, такую траву, наш аппарат, триммер, он берет легко. А когда уже, допустим, трава уже густая и повыше, то техника уже берет и побольше объема выполняет. Вся та работа, которую проделывают в городе над Бугом работники коммунальных служб, делается для того, чтобы людям жилось уютно и комфортно. Даже покос травы, на первый взгляд, вроде бы простое, но очень нужное и важное дело, которое также входит в расширенное понятие благоустройства территории. Я, как ни посмотрю, у нас трава постоянно скошена, очень удобно. И газончики везде убраны все, я имею в виду вот там, где песок лежит. Главный инженер коммунальника Игорь Слепченко отметил, что жители стали лояльнее относиться к металлическому жижанию под окнами. По крайней мере, в этом сезоне серьезных конфликтов на этой почве не было. Жалоб не поступало.